Субтитры сделал DimaTorzok 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 Украина была только географическим понятием, как Урал, а большевики, к сожалению, сделали из нее геополитическое понятие. То есть, у большевиков, до большевиков государства не было? Государства Украины не было до большевиков. А то он не знает. А что такое ОНР? Что такое ОНР? Ну, ОНР уже было при большевиках. Большевики ее и... Нет, у большевиков. Ну, погугли. До большевиков. ОНР создалась в декабре 17-го года. До большевиков была директория при Келлингском. Если это пошло. Вы плохо историю знаете, хотя топите за Украину. Большевики все сформировали когда? В 20-21-м годах, да? Это нет. Большевики пришли к власти 25-го октября 17-го года, когда был оттягивший переворот. Вы не знаете, но раньше это изучали, даже праздновали. ОНР образовалась в декабре 17-го года. Но признана она была по Брестскому миру 3-го марта 18-го года. Мало того, что признана, еще подонки от истории Ленина-Троцки отдали ей исконно русские территории, такие как Донбасс и Харьков. Ленин еще цинично заявил, мы помогли Украине пролетариатам. А в каких документах прописано, что это историческое русские земли? Они основаны, Харьков основан русским царством по указу царя Алексея Михайловича, а Юзовка уже про Российскую империю. А вот Донецк, Луганск, когда вот еще в 1918-м такие годы, почему же там население говорило на украинском языке, документы все были на украинском языке, какие же это русские земли? Это при УНР, что ли? При УНР? До большевиков там вообще... Нет, нет, нет. До большевиков Мовль там... Чуть позже. А, ну так большевики проводили насильственную украинизацию, так называемую, слышали? Она называлась официальной украинизацией. Видите, как много нового вы узнаете? Да нет, я просто слышу старые байки. Ну нет, это вообще известный... Которые уже развенчали. Никто не развенчал, это есть в анциклопедиях во всемирных. А до большевиков, как в Донбассе, так и в Харькове, мовы не то что не воняло, даже запашка не было. А в губернии было малороссийское наречие, это да. Слушайте, вот, напустим эту тему. Тут еще долго разговариваете. У меня был закон, короткий, важный вопрос. Я вас видел, поэтому очень интересуюсь. Ну, задавайте. А что же вы это... В Канаде, это пиндос, 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 станешь сидеть, а не в Россиюшке Великой? Зачем? А мне в Канаде нравится. Канада цивилизованная страна. Ну, а что Россия? Канада ж цивилизованная страна. Это ж не Украина и не Северная Корея. В России нет. А? В России нет. А Россия не цивилизованная. В России по-менее цивилизованная. По-менее развитая. Ну, так приезжайте туда. Зачем? Если мне в Канаде строить. А почему мне предложите в Албанию поехать? Например. Почему именно в Россию? Почему не предложил? Почему не предложите в Албанию ехать? Почему именно в Россию? Ну, если бы вы топили за Албанию, я пригласил вам туда съездить. Ну, я же топлю за Россию в ретро смысле, а не за современное Российское руководство. Я же за него не топлю. Ага, не за современное, а за ретро. За ретро. Как думаете? Мой идеал, допустим, Александр Третий или Александр Второй, идеал российского разводительства. Напомните, я понял, что Александр Третий, это идеальный период России был, по вашему мнению. Скажите, какой этот год был, напомните. Что, Александр Третий был до 1894 года. В 1881 года убили Александра Второго. Александр Третий был до 1881, а потом до 1894 года был Александр Третий. Это, по-моему, был идеальный период для России был, да? Да, по-моему, был идеальный период для России. Ну, еще бы... А настолько идеальный, что тут... Настолько идеальный, что туда американцы еду приносили голодающим, да? Россиянам. Когда они приносили? Они уже приносили при большевиках... Они уже приносили при большевиках голодающим по Волжи. А я даже... А я даже сейчас и дату вам скажу. Ну, скажите. Так, так, так... 1892 год. Ну... Картина «Айгазон» под одача продовольствия. Ну... Вот это идеальное время, да? А... Ну, раз... Ну, а все... Американцы спасают России от голода. Вот это идеальное время. Не, ну, я понимаю. И что там... Американцы поставили, я не знаю, то ли помощь, то ли поставки были за деньги. Что значит поставить? Всегда любое государство что-нибудь закупает. Это какой-то глупый у вас пример. Нет, это была именно помощь. Ну, хорошо. А, ну, я не знаю, помощь. Помощь можно назвать закупки по дискаунтным ценам. Тоже можно назвать помощь. А Айгазонский это назвал помощью? Ну, Айгазонский назвал. А на самом деле, может, это были закупки. А может, назвал помощью в расширительном толковании, это были дискаунтные закупки. У Штатах было, допустим, перепроизводство чего-то. Они поставили по дешевым ценам в Россию. Ну, что-то такого. Ну, раздают. Это же... Раздают продовольствие. Ну, хорошо, а вы считаете... А вы считаете, какой лучший период в России? Если вы на самом деле из России. Хотя, скорее всего, вы под VPN-ом. Я думаю, никакой. Под Украинский. Я думаю, никакой. А у Украины? А тебе как? Какая-то те время вам пока шло. Ну, время. Но я не знаю, так что это... Сейчас у нас час, а у вас четыре. Разница девять часов. Обратите, сейчас у нас час, значит, в России сейчас плюс восемь, девять. А вы, по ним сказали, четыре. В Москве сейчас, в Москве сейчас девять тридцать четыре. Должно быть. А вы мне показали... А у меня четыре. Четыре тридцать четыре. А, ну, значит, ага. Пять часов разница с Москвой, это же... В Португалии, что ли? Или вас четыре... Или вас четыре утра. Утро. А, ну, тогда... Красноярск, Верхусный, это... Ну, где-то там. Ну, я думал, что вы там, с зеленого клина, новоявленной украинцей. Какие оттуда же? Ну, зеленый клин, это... Зеленый клин, это... Зеленый клин на... Зеленый клин на... Зеленый клин на Дальнем Востоке. Вообще-то. Ну, ладно, неважно. Я вас... Я не являюсь частью этническим украинцам, и я топлю против украинцев, тоже нормально. И ваша позиция нормальная, и моя. Не находитесь? Нет. Почему? Правда-то на нашей стороне. Что... Что в нашей стороне? Правда-то на нашей стороне. Почему? В чем на... В чем на вашей стороне правда? К этому мы сейчас еще вернемся. Вы спросили, лучшее время для Украины. Да. Ну, с 2014 по сегодняшний день. По сегодняшний, да. Ну, я понял вашу мысль. Непонятная... Ну, это... Вы так можете думать, ибо вы не живете в Украине. На самом деле, экономически у них было чуть пораньше. Лучшее время, если брать период с 91-го года. Ну, при Хуй, при Позднем Кучме и при Януковиче у них было. Ну, и немножко при Ющенко. Вот у них были лучшие времена. То есть, кусками, как бы, годами. Ну, вот при... При Ющенко... При Ющенко, согласен, да. Пару лет при Ющенко, пару лет при Януковиче, пару лет при Кучме. Вот три момента у них были. Когда и гривна держалась, а на них... Смотрите. Да. Смотрите, я объясню. При Ющенко, согласен, было лучше. А при Януковиче и допустился Майдан. Так, ну, приветствует ваш Янукович. Как он, кстати, там в Ростове поживает, не знаете? Не знаю. Мне оно не интересует. Поинтересуетесь. Зачем? Зачем мне... Поинтересуетесь. Зачем мне это, так сказать, геополитически никчемная персона? Зачем мне ее интересовать? Я всегда был против Януковича, даже... Не то, что всегда, даже когда он... Виняясь, почти сразу же, как только он стал президентом. Ибо он просто кинул своих избирателей, и после инаугурации имел наглость попереться в Камельницкой, и заявить о статусной укромовой монопольности. Несмотря на то, что обещал в своих предвыборных программах во всех совершенно иное. То есть он сразу кинул своих избирателей через две недели после инаугурации. Если вы думаете, что я какой-нибудь фанат Януковича, то вы тут ошиблись. Ну, можете найти... Это среди жителей Украины вы можете найти фанатов Януковича, и бы им реально при Януковиче жилось лучше, чем сейчас материально. Ну, по уровню жизни, это да. А я... Мне наоборот, чем ниже в Украине уровень жизни, тем мне лучше. Чисто из экономических соображений. Знаете, почему? Потому что бедность в Украине обеспечивает дешевый сервис. А сервис в Украине неплохой. Тот же... Тот же... Дентал сервис, например. И мне... Если мне нужно, значит, вылечить или ставить там коронки на три зуба, мне дешевле из Канады прилететь в Украину и улететь обратно. Чем делать это в Канаде. Потому что в Украине дешевле... Сидите, сидите в Канаде, в Украине вам не рады будут. Кто? Смотря кто. В Украине... В Украине разношерстная публика. Я не знаю... А вы в Украине бываете? А вы в Украине бываете? Да, сапрозже сейчас катаюсь. Как катаетесь? Не понял. Самолетом? Не, ну каждый год или раз в пять лет, как часто бывает. Когда последний раз были? Ну, чуть-чуть преже, чем... Я в 18-м году там был. Ну, я там каждый год бываю, кроме этого, ковидного года. Каждый год бываю в Украине. В Крыму? В Украине, я сказал. В Харькове. Зачем? В чем-то Крым. А, в Харькове? Да. А то при чем это мы там... А вы где бываете? А вы где... А в нашей стороне. А вы где бываете в Украине, с ней секрет? В каком городе? А я сказал... Я сказал Запорожье. А, я не расслышал. Просто немножко непонятно. Я понял Запорожье. Ну, ясно. Ясно. Ну, я вижу, продвинутое человек. Штаты летаете, если так сказать. Правда, молодец. А Штаты вам нравятся? Замечательная страна. Вот я согласен. По внутреннему устройству замечательная. А Украина вот не хочет пример брать. Ни со Штатов, ни с Канады. Хотя каждый... Ну, у нас керанатский. Какой пример берет? Хотя каждый президент по Канаде, который привел к Канаду, кроме Януковича, его не было в Канаде, они заявляли буквально в унисон, что надо бы Украине брать пример с Канады. А по факту они пример с Канады брать не хотят. И со Штатов не хотят. Вот в этом-то и проблема Украины. Ну, в общем, это более хороший пример. А что, Польша вам больше нравится, чем Штаты или Канады? Я думаю, что... Тут тот пример, который уже через границу уже виден на лицо. Ну, я понимаю, так Польша. Польшу башляют хорошо. Единственное, что они... Заслуга Польши, что они эти деньги не разворовывают, а вкладывают именно в экономику государства. Это их заслуга. Но их же башляют немерено. Поэтому... Ну, раньше было. Они поднабрали жирок от того, что их башляют. Украину, надеюсь, так башлять не будут. И... Все уверены, что не будут так башлять. Вот где-то так. А вот мне попадался человек, четверг из России. Он говорит, я ненавижу там хохлов, я там готов их ехать убивать. Вы согласны с его позицией, что так правильно? Нет, не согласны. Нельзя так относиться к этносу. Ну, это не... У нас вообще это запрещено. И там, где не запрещено, это просто неэтично так относиться ко всему этносу. То есть, кахлы, это некорректное название украэтмоса. Этмоса украинца. И всех брать вот так под одну гребенку, это... Ну, экстремлирус, как говорится. А как ваш канал называется, если не секрет? Я вам изначально сказал, что у меня нет канала. Опять забыли. Ну, я не забыл, я просто про... Вдруг вы... Вдруг вы мне неправду сказали. У вас манера общения довольно... Культура иногда, правда, срываетесь на... На такой троллинг грубый. Но культура общения у вас есть, и я могу подозревать, что у многих, понимаете? Потому что, когда... Хотите? Что? Что хотите? Да нахуй. Сколько покажу, хотите? Да не надо. У меня там ничего нет. Ну, я понял. Нет так нет. Просто... Понятно. Если бы было, то ваше интересное было, наоборот, рекламировать свой канал. Даже в разговоре с политопонентами, не только с единодомцами. Я так считаю. Ну, хорошо. Какие-нибудь вопросы у вас еще есть? Ну, я... Вы мне так и не ответили, или, может, я пропустил. Вы чистый этнический украинец, да? Правильно я понял? Я себя привык назвать русскоязычным украинцем. Ну, а МО вы знаете? Я на ней не разговариваю, но я ее прекрасно понимаю. Ну, понимаю. А ваш... То есть, вы родились в России, но ваши родители из Украины, да? Так, как вы меня так сказали? Не родители, бабушки и дедушки. А из каких регионов, если не секрет? Все из Запорожья. А, все из Запорожья. Ну, понятно. И вы бываете в Запорожье. Ясно. Через Киев летите, наверное, да? Если самолетом, вы сказали. Самолетов же нет в Запорожье. Там сейчас аэропорт у них вообще заглох. Да, через Киев. Заглох. Собирались, кстати, строить аэропорт, по-моему, уже президентском. Или при Поросе начинали, если вы слышали, это вам интересно. Общий для Днепра и Запора, то есть между ними. Но строительство так и не началось. Счастье, кстати говоря. Слышали об этом? Что собирались строить аэропорт. Общий для Днепра и для Запора. Ну, дай бог его не построить. Знаете, почему я против него? Почему? Ну, потому что так они летают через Харьков. Меня интересует, так сказать, работоспособность Харьковского аэропорта. Я все-таки патриот Харькова, а не патриот Запорожья или Днепра. А вы патриот Запорожья, судя по всему. Если бы вы были патриотом Харькова, вы бы не развешивали себя на шторах вот эту вот тряпочку с бухгалкой курицей. А почему вы так относитесь? А вы знаете, что ваши предки, не только бабушки и дедушки, а их бабушки и дедушки, жили до большевиков, где-то несколько столетий под вот таким гербом, который вы называете двуглавой курицей. То есть в Украине... Они жили в Российской империи, да. Они жили... Ну, сначала... Более того, если... Про флаг можно говорить, что не так уж много, про вот триколор. Он с 1847 года, этот флаг. А до этого был иной триколор. А вот герб, он еще был до Российской империи, он был при Московском царстве или при Русском царстве. То есть то, что вы называете Московией, это же герб был, кстати говоря. То есть тут... Тут Русского царства не было. Ну, Московское царство, неважно. Альтернативные два названия. Московское царство, все верно. По-вашему, Московия. Это от поляков вы передрали. Вот. А этот герб был еще... То есть до империи... Это и до империи герб. Вы знаете об этом, нет? Да, Московское царство было там. А что ж вы-то... Или вы не уважаете ни Московское царство, ни Российскую империю, да? Все это тюрьма народов, наверное, да? Вот, смотрите. Смотрите, я патриот Украины, а, как всем известно, Киевская Русь, это предок Украины. Ну, не предок. Сери Талин есть совпадение у современной Украины и у государства Русь, у государства Русь, которому в конце 19 века приделали неблагозвучно-прилагательное киевское. Ну, почему-нибудь получится. Если еще что-то тогда было, так-то, значит, точно распространено. Вы, я вижу, разумный человек. Потом откроете... Это есть точно, я проверял. Откроете энциклопедию Британика, 11-е издание и раньше. И ищите... Ну, сейчас не нужно. Потом я бы вот просто... И ищите... Сейчас нужно. По списку статей ищите название Русь. Вот Русь будет название. Р-ю-эс. Р-ю-эс. А Киеван Русь, как по-английски, то есть Киеван Русь, это по-английски Киевская Русь, такого названия не будет в британской энциклопедии. И не будет также в энциклопедии... Я прочитаю. Что? Я ее прочитаю. Хорошо. И не будет также в энциклопедии Брагауза и Фрон. Это две ведущие энциклопедии на начало 20-го века. Потом появилось. Потом вы можете так... Сейчас вы даже можете найти. Потом в энциклопедиях британских это появилось. Но на начало 20-го века не было названий ни в Брагаузе, ни в британской энциклопедии 11-е здание. А в последующих уже появилось. Но это вам личное доказательство, что, в общем-то, не было. И немножко историк, так сказать, корректируется с точки зрения это по мимике и названию. Ну, я считаю, что оно вообще... А почему вам оно нравится? Это что называется? Назвать Вашингтонской США или Парижская Франция? Это разве благозвучность? Почему Киевская Русь нужно называть? Ну, вот это... Это то же самое, что и... Вот там был какой-то идеальный пример. Не вспомню точно. Ну, Римская империя подойдет. Как Римская империя была... Как Римская империя была Римской империей и даже не были ривлянами. Если бы... Я согласен. Если бы... И так же, и так же, как Киевская Русь. Ну, да. И... Руськие. 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 Аргумент хороший. Я ее оценил, акцептировал. Аргумент ваш очень хороший, да. Мне понравилось. Рим. Да, да. Ну, Римская тоже не очень название. Назвать страну по названию города, даже как Мексика, тоже не очень хорошо. Мексика и Мексика-Сити. Большая страна, они могут придумать отдельные названия для столицы и для всей страны. Тоже, по-моему, это нонсенс. Но, тем не менее, живут так и живут, бог с ним. Ладно, есть у вас еще какие-нибудь вопросы еще ко мне? Два вопроса, наверное, всего будут. Первое. Это я вас видел у всяких украинских блогеров, но сам канал я больше не знаю. Как называют «Если секрет»? Да я вам сейчас напишу, да. Заходите, подписывайтесь. Я, кстати, люблю адекватных оппонентов. Вы мне представляете весьма адекватным оппонентом. Я таких люблю. Никогда посты не удаляю. И беседую с ними. Так что заходите. Вот это русская часть названия для двух каналов. Поиск Ютуба забиваете, находите два канала. Подписывайтесь. Ставьте дизлайки. Пишите комменты. Ну, что я буду ставить эту лыжу? Мое мнение. Это еще... Вы сами опубликуете? Ну да, если вы не против. У нас с вами продуктивная беседа. Если желаете по названию ролика предлагайте. Я просто... Почему выяснял название вашего канала? Я обычно с блогерами называю нейтрально. Потому что есть блогерская такая этика. Диалог с блогером таким-то там. Ну, раз вы... Как вы говорите, не блогер. Предлагайте название. Я вам... Возможно, я... Вы можете, я не против. Я не против. Я понял. У вас есть предложение по названию нашего... По названию ролика? Зеленый клим на связи. Хорошо. Ну, или просто нашу... Диалог с зеленым клином, скорее всего, назову. Хорошо. Еще какой-то второй вопрос у вас был. Ну, да. Вот эти все республики, Хариповские, Одесские, Донецкие... Ну, вы же реально не понимаете, что это неправильно все? Почему неправильно? То, что... Понятие, тут количество переходит в качество. Две республики, да, вот сейчас, которые не признаны. Но если бы было 8 республик, количество перешло бы в качество, и был бы другой калинкор, соответственно. Ну, неправильно с точки зрения Украины, конечно, это неправильно. Это сепаратизм. А что такое сепаратизм? Сепаратизм... Ну, с точки зрения всего мира это неправильно. Ну, понятно. Сепаратизм неправильно с точки зрения всего мира, потому... Даже не с точки зрения всего мира, а с точки зрения правительства мира и руководства стран всего мира, потому что это и провоцирует их народы на какие-то действия сепаратические. А в принципе сепаратизм это неплохо, это всего лишь стремление региона отделиться от метрополии. Если есть на это основания, то Квебек проводит референдум у нас об отделении в Канаде раз в 30 лет, Шотландия проводила. Это плохо или хорошо? Как по-вашему? Просто это... Квебек есть такая провинция. Проводит раз в 30 лет референдум было об отделении от Канады. Погуглите, если не верите. Не, я помню там был какой-то остров Ванкувер вроде, нет, не так? Нет. Остров, это город Ванкувер есть, там может и остров такой есть, там похоже на название, но он не проводил. Проводит провинция Квебек. Кью первая буква. Ну неважно, это довольно известный факт. Странно, что вы при таком неплохом интеллекте этого не знаете. Потом погуглите. Я не особо интересуюсь. Раз в 30 лет, у меня даже, посмотрите ролик, 1967, сепаратизм в стивилизованном мире. У меня это, 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 это интересный будет ролик для вас, чтобы, именно, чтобы вот понять. То есть, в стивилизованных странах не устраивает АТО регионам, которые, значит, настроены на сепаратизм. Я продолжу в смысле, да, с точки зрения правительства стран, это, они против, потому что это для них стремно, и он против. Хотя, в ООН существует два принципа, территориальной интегрити, с одной стороны, это принцип территориальной целостности. А с другой стороны, значит, право на самоопределение. Они конкурирующие, вот. Более справедливый второй право на самоопределение, но ООН и мировое сообщество заинтересованы в том, чтобы немножко был выше первый, ибо тогда начнется такая нехорошая движуха по всему миру. Поэтому страны не очень заинтересованы. Хотя и несправедливо бывает нахождение того или иного региона чисто исторически в той или иной стране. Вот так это менять, это должно со временем. В стивилизованном мире это меняется, вот я вам сказал, как проводится референдум. В Канаде, в Британии и так далее. Удачные примеры этих республик, удачные примеры есть? Удачные примеры есть, Словакия. Чехия. Словакия? Чехословакия разделилась мирно в 93-м году. На Чехию и Словакию. Обе выиграли. Чехия выиграла от разделения. Чехия. По-моему, немножко другой пример. Чехия выиграла больше. Как тот же самый пример. Это, по-моему, другой пример. Из одной страны образовались две республики, две страны. Чехия и Словакия. Это немножко другой пример. Когда страна разделилась на две страны. Это немножко не то. Все равно, я прохожусь при своем мнении, что это только ебануто идея. В которую незаслуженно попали иные территории, которые не являются экономическими. Более того, попали территории, допустим, Харьков, которые интеллектуально намного выше, чем вся остальная Украина. И в интеллектуальном, и в производственном плане, и даже в плане природных ресурсов. А Украина паразитирует на этом. Если бы она виза была цивилизованной, у нее бы проблем не было на этот счет. Вот и все. Ну хорошо, приятно было побеседовать с наступающим вас. Взаимная вопрос, наступающим. Всех благ. А за себя он был совсем не разговорник. Да дураковаляй. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, реально. Почему же тогда в утилитарном государстве... Правильно, утилитарное государство. Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. У них есть один... Тажоровый фалак на свет и брелок. Подколотый, подшитый материал. Там процент пошел? За единомерных штатах, я это запутал. За единомерных штатах, федерализация? Федерации. Федерация, федерализация, федерализация. За единомерных штатах, федерализация, я слышал. Да. Да? А как называется? За единомерные штатах, это федерация. Вот, можно сказать, вот, сайт, иран. Но повыдок всегда, истинный мудрый. Истинься нам неровно, космонема. Жене-это ледяная синяя. Музыка. Срамы. Музыка. Срамы. Редактор субтитров. Музыка. К мусеник. Мы тебя Hubble. Иates. Истиняк. Истинняк. Испытывать наше терпение. На любой выбор. В нас есть консольный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить. Горячим головам. Под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева. 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай. Страна огромная. Давай на смердный бой. С нашим силой темною. С оранжевой чумой. С оранжевой чумой.